Намаскар! Дорогие мои! Как вы? Я в порядке. У меня последние четыре дня идёт в душе Махабхарата, великая битва, но иной раз меня побьёт Авидия, иной раз я её побью на силу невежества. И вот идёт сильное внутреннее столкновение. Я такого не испытывал никогда в своей жизни. Ни разу в жизни своей за 44 года я такого в жизни ни разу не испытывал. Чудовищное столкновение внутри. Если я что-то понял в духовной сфере, то пришёл момент такой, когда на нашей планете накопилось, назрело, нарвало. И вот эта вот чернота, она сейчас начинает реализовываться. И она действует, от неё ты не спорящаешься нигде. Нету безопасного места от этой черноты. Нигде, нигде. Она везде. И вот по себе я ощущал, как будто с гаубицы палит по мне вот эта чернота, и просто бом, мне в сердце вот сюда бьёт, бом, бьёт, бьёт меня, бьёт. Я уже лежу, а она меня продолжает. Знаете, как это называется? Бэйта, где есть вот этот бьёт, ММА называется. Вот я уже такой лежу, а она мне та-та-та. И вот такое ощущение. То есть я ощущаю это, как некое духовное нападение. То есть реальное, на тонком уровне, на духовном уровне происходит. И по счастливой случайности, случайности не бывают, в мире нет ничего случайного, всё закономерно. То есть всё является следствием какой-то причины. Нет никаких случайностей. Или всё по божественному замыслу, тоже можно сказать. И вот в точности, когда конфликт начался, вот в этот же день мы начали свою программу духовную. Я это воспринял как, что соперники расчехляют оружие своё, готовятся к схватке, не на жизнь, а на смерть. И высшее сознание расчехляет свои орудия. Для того, чтобы вот пришла чёрная энергия, негативные микроэйты, он расчехляет, он говорит, так, мои бойцы, я призываю вас к тому, чтобы провозгласить расцвет этой новой эры. И вот программа пока шла, но это такая высшего уровня программа для старших учеников. И вот пока программа шла, мы наверху были. Уже идёт конфликт, два дня, три дня программа идёт наша, и мы наверху. Потом закончилось, вообще на высоте, прям на большой, все поднялись так, очень круто. Вот несмотря на обстановку. А потом, ну, на полдня хватило, и опять. И опять уже лежишь, и пам-пам, тебя бьёт эта сила. И самое страшное, что я пережил, это вот ощущение такой беспомощности, непонятно, что я должен сделать. Во-первых, я не знаю ничего, не понимаю, что происходит. И чем больше я смотрю, тем больше я не понимаю. И вот ты думаешь, как, где путь, вот где, чтобы было меньше потерь для человечества? Какой это путь? Что это? Я не понимаю. Как говорят, один человек сказал, мол, вся проблема этого мира в том, что фанатики и глупцы всегда абсолютно уверены, а мудрые люди всегда сомневаются. Вот это вот, это действительно проблема. И я четыре дня так переживал это, и вот с Бога спрашивал, а что я должен сделать? Что я должен сделать? Именно я. Я понимаю, что каждый должен найти это в своём сердце. Вот люди ждут, они не хотят как бы ответственность взять. Они говорят, скажи вот, что делать, давай там, сделай призывы какие-то. Но я думаю, что каждый должен найти в своём сердце. А в своём сердце это не в своём вот здесь вот, не в своём пупу найти. Это не то, что там, знаешь, эмоции же какие движут. Мы сегодня, вот эта чернота, я вам расскажу, что со мной происходило. Я испытывал боль чудовищную, я испытывал беспомощность, депрессию. Ну вот эти вот три состояния пережил. Кто-то испытывает страх, кто-то испытывает ненависть, кто-то испытывает гнев, кто-то испытывает обиду. Но это у кого как там психика устроена? То есть через тебя ты вот в систему свою получаешь вот эту чёрную энергию и эту информацию, которая идёт в тебе, разгоняет всё. Но я скажу, это не только информация, это во всём пространстве это висит. То есть потому что информация раньше тоже происходила всякая. Но я не ощущал это, сейчас я это ощущаю в пространстве в самом, что-то происходит. И вот мы становимся, мы думаем, у нас свободная воля, у меня там свой интеллект. Нет, нами управляют эмоции. И вот какие эмоции в тебе, вот такие действия, такие мысли ты будешь делать. И очень важно сейчас, очень важно сейчас быть с Богом, с высшим сознанием, с любовью в Нём. Вот тогда ты можешь своё сердце слышать, можно сказать. Если же ты вот на уровне эмоций, то ты... И это в чём коварство этого всего? Потому что все по-своему правы, правильно же? Но они по-своему правы. И вот когда они сталкиваются, они забывают, что они любят друг друга, они забывают, что они братья друг друга. И они начинают... между ними трещина происходит между людьми. Разделяющая тенденция — это зло. Ну, сейчас логики... не надо здесь логики. Это я не хочу спорить ни с кем. Так оно происходит. А любовь, она выше этого всего. Она объединяет, она находит. И вот эта вот борьба, она внутри каждого из нас происходит. Внутри каждого человека происходит, она идёт. Вопрос — что делать? Что делать? Да, кстати... Я хотел начать это видео с этой песни. Я хотел сказать тоже, что вы её, пожалуйста, не прокручивайте. Сначала послушайте эту песню, а потом будете смотреть видео. Но уже я в середине тогда её спою. «Бон-ду-хе-ни-е-чу-ло» 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 «Андар-бетар-шайна-пране» «Андар-бетар-шайна-пране» «Бон-ду-хе-ни-е-чу-ло» 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 Вот такая песня в ней говорится. «О мой друг, о мой высший друг» «Бон-ду» — это имя для Бога, эпитет для Бога. Значит, друг, высший друг. То есть тот, кто всегда за тебя, кто всегда с тобой. «О мой друг, о мой высший друг» «Ния-ча-ло» «Веди меня вперёд» «Алорой-джорна-дхарар-пане» «Веди меня к источнику ослепительного сияния» «Андхар-бетар» Вот это прямо актуально для меня строчка. «Андхар-бетар-шайна-праны» «Я не могу больше выносить боль темноты в моём сердце» «Гумер-гор-банганур-ганы-ганы» «Своими песнями «Разбуди меня от кошмарного сна» «О мой друг, веди меня вперёд» «Андхар-бетар» Так вот, что делать? Ну, вы знаете, есть четыре вида служения. Они все могут быть полезны в наше время, если они выполняются с любовью, нацелены на благополучие людей. Шудра чита сева, служение физическим трудом, заботиться, готовить пищу, кормить, ухаживать и так далее. Воинское служение. Интеллектуальное служение. Интеллектуальное. Объяснять, обучать. Вайши чита сева, финансовое служение. Но есть служения, которые выше всех этих. Выше всех. Это служение, оно делает все эти виды служения благоприятными. Это святое служение. Я думал, что я должен делать, что я могу делать, что я делаю лучше всего, что я должен делать. И вспомнил. Однажды мой гуру, он спросил у одного ученика, он говорит, в чём миссия аватхуты? Аватхута, значит, отречённая, да? Ну вот, как я. В чём миссия аватхуты? Он говорит, ну вот, там, помогать людям, там, вот это делает, там, обучать медитации. Он говорит, нет. Это всё вторично. Он говорит, первичная миссия просто существовать. Просто существовать. Если ты существуешь, вот на этой высоте, вот в этом состоянии света, из твоего тела, из твоего ума выделяется энергия, которая меняет мир. И ты таким образом делаешь работы больше, чем всё. А если у тебя есть силы и желания, ты, пожалуйста, делай всю остальную работу, которую ты считаешь уместной и нужной в этот момент. Вот мне это... Вот сейчас я думаю, что это такое очень актуально. Ещё одна фраза тоже меня вдохновляет сейчас. Мой гурдева, он сказал. И почему я так опираюсь сильно на слова своего гуру? Потому что, ну, вот ни разу не подвёл. Вот всегда так. Как говорит, так и есть. Утверждённые в сатье, да, высшие божественные правдивости. Он говорит, будет мир на земле, на которой идёт непрерывный кертон. Ну вот. Чё ещё надо? Понимаешь, гура тебе говорит, вот! История есть такая. Ничего, нормально, мы с вами разговариваем. Я думаю, это время ещё я ваше займу. Вот история... Значит, ученик получил инициацию, и у него там что-то болит, какая-то в теле болячка. И гурдева ему говорит, а чего ты так сидишь, весь скорчился? Он говорит, о, у меня болит это всё. Вот тут вот болит какая-то болезнь у меня. А он говорит, м-м-м, пей горячую воду. И тут, окей, нормально, да-да, хорошо. Он думает, как вот старички говорят, да, мол, пей горячую воду. У них как бы на всё, на все семь бед один ответ, типа, пей горячую воду, и нормально тебе будет. И вот он, ну, как бы пришёл домой, лекарства принимает, горячую воду не пьёт. Он так, ну, это так, как такой старческий совет, не это, не то. Ну, лекарства там уже, уже свалился, уже лежит на диване, уже такой там болеет вообще при смерти, лежит там двигаться. Теперь гуру на коллективной медитации, он спрашивает, он говорит, а где вот этот вот ученик? Он говорит, о, он болеет, он там вообще, у него постельный режим. Он говорит, что? Он должен быть уже здоров. Он говорит, ну, он болеет. Я ему сказал пить горячую воду. Почему он не пьёт горячую воду? Иди и заставь его пить горячую воду. Тут его окей, окей. Пришёл, значит, друг его к нему приходит, тот лежит, всё, вот там при смерти. Он, значит, все лекарства эти собрал, говорит, эти верните в аптеку, эти выкиньте. Там всё разобрал, значит. А тот говорит, ты что творишь? Ты что мои лекарства выкидываешь? Я тут лечусь. Он говорит, тебе гуру Дева что сказал? Пить горячую воду. Тот, да, я это... В смысле, ну это же так просто совет такой, как старые люди советуют. Он говорит, ты что, сумасшедший? Это благословение гуру? Пей горячую воду. И он прямо начал, он говорит, как только жалуется, заливайте в него горячую воду. И он за два дня поправился, и всё нормально. И он такой, о-о-о... Гуру не просто так говорит. И вот для меня слова гуру очень большого значения. Слава святого человека большое значение имеется. И вот он сказал такую вещь, очень простую, очень мощную вещь. Будет мир на земле, на которой будет идти непрерывный киртан. Ещё одна фраза меня вдохновляет. Говорит, неукротимая душевная сила, возникающая в результате коллективной Шварапранитханы, решит все ваши проблемы на этой земле. Что ещё надо? Неукротимая душевная сила, возникающая в результате коллективной медитации, решит все ваши проблемы на этой земле. Кто-то, может сказать, со скепсисом. Это зависит от того, во что вы верите. Если вы верите в грубую силу, занимайтесь на этом уровне. Вот четыре вида служения, выполняйте, делайте что-то из этого. Служите человечеству через это. Но если у вас есть вера в духовность, есть вера в тонкую силу тоже, вы будете это делать. И я почему говорю, я испытал, я начал уже говорить про то, что мы провели духовную программу, и духовная программа поднимает тебя из этой тьмы. То есть как будто тьма вокруг, но ты в пузыре, ты защищён. Ты защищён, реально. То есть это работает. Меня бомбардирует, у меня мой чат просто там... У людей боль, понимаете, они кому пишут? Они пишут, да, да, там то, и некоторые там обижаются на меня, залятся на меня там, призывают меня к чему-то ещё, и осыпают меня там своими благословениями. Ну, в основном понятно, что у людей состояние болезненное. То есть если тебе больно, то ты другому что будешь делать? Тоже будешь больно делать, правильно? То есть это у тебя, ну естественно, как бы получается, правильно? То есть чем мы наполнены, то мы и транслируем, например. И, ну как бы вот это делает всё, но чувствую, не помогает. Не помогает. Я что-то не могу нащупать свет внутри себя. Там ум колеблется туда-сюда, ходит там какие-то, что-то придумывает себе идеи. Вот это правильно, это правильно. Он там анализирует, там ищет, но вот этот свет внутри не загорается. Я-то знаю вот это состояние, когда вот ум так думает, но ты знаешь, что это какая-то бред, это неправильно. Ум думает, но в душе есть вот это чувство, нет. Эмоций даже там, ну даже как бы, как сказать, в духе этого чувства нет. В душе там есть, там боль вот эту ты испытываешь, там душевную всячески. Но вот там внутри глубоко вот эта интуиция нет. И ты вот тыкаешься, тыкаешь, тыкаешь, тыкаешься, не можешь найти правильного решения. И сегодня мне один брат уберёт просто и присылает два киртона. Он записал, он с гитарой, и такой... О, Баба Нам Кей Валам, Баба Нам О Кей Валам, Баба Нам О Кей Валам... И я послушал, и меня так хорошо стало. Я прям послушал, и вот Бог через него вот взял мне этот свет, подарил. Вот, что сегодня надо миру. Кто-то не может, они не придержатся нашей философии и так далее. Вы должны эту энергию сами добыть и отдать уже добытую энергию. Если я могу добыть из киртона эту энергию, то кто-то не будет просто киртона слушать, но это не его культура, там ничего, правильно? Но вы добудьте её и отдайте другому человеку. Понимаете, люди хотят поделиться вот так вот на группы, разбиться по группам и вот эту люблю вот здесь вот не люблю. И вот трещина растёт между сердцами. Как мы жить будем потом? Сейчас волна поднялась такая из-за конфликта. Сейчас простых людей тоже будут плохо к нему относиться. То есть вот вы во всём понимаете, как вот... Мы этого хотим, что ли? Вот тут трещины посеять. Какое мы будущее визуализируем? Куда мы хотим прийти? Будущее, в котором больше мускулов накачал, и кто-то кого-то преодолел, свои силы разбил, и там вот что-то к чему-то. Или мы визуализируем будущее, в котором мы счастливо живём вместе? Куда мы идём? Так вот эта вот ментальность, да, когда вот я разделился и две, вот одно, сюда-сюда, да, и проигравший, и победитель. А по сути оба проигравшие. Или есть какой-то другой путь, что всё-таки мы победим, вот любовь победит. И вот коварство этой ситуации, не видишь ты другого пути, или это, или это. Это вот ту боль, которую я испытал. Потому что я вот с другом говорю, и мы там обсуждаем то-то, то-то. Он говорит, ну что ты видишь? Говорит, Дада, я говорю, я не вижу, я вижу только тьму. Понимаете? До чего я докатился? Мы с ним обсуждаем, вот моя логика, мой интеллект. Я говорю, я не вижу, я вижу только тьму. Я Бога потерял из виду. И вот надо найти Бога. И вот люди думают, что, ну, вот свои хорошие, им надо позитивную энергию посылать. Чужие – плохие. Пусть они там, плохо им будет, да, например. Я видел просто эту риторику, мне очень больно. Какая разница? Кто страдает? Не надо злорадствовать. Не надо гордиться. Эта тьма тебя пожирает. И не надо тоже впадать вот в оцепенение и в ужас от того, что вот это. Тоже не надо. Надо, что ты можешь делать, ты можешь любить. Говорится же в наших культурах, да, что молитесь за своих врагов. Вот если ты эту энергию создал, да, позитивную, даст Бог, что мы называем позитивные микровиты. Вот кусочек этой твоей позитивной энергии, он полетит и коснётся там, ну, не знаю, солдатика и убережёт его, чтоб он пришёл домой невредимый. И вдохновит его быть справедливым и любящим, и неважно, где он находится, в своей стране, в чурой стране, уберечь мирных людей, уберечь даже соперника, да, потому что это всегда трагедия. Поэтому за своих и за чужих добра желать. Я думаю, что надо поддержать всех лидеров этого мира сегодня, не ненавидеть никого. Ты ненавидишь кого-то, да, какого-то человека, ты вот этот ветер тьмы гонишь туда, гонишь, гонишь. И когда это уже сотни людей, и тысячи людей, и миллионы людей туда вот этот ветер тьмы гонят, вы думаете, лучше будет, что ли? Только укрепляется вот в этой парадигме, выиграл, проиграл. Если же мы будем думать по-другому, мы будем думать. Сейчас вот лидеры находятся в очень тяжёлом, уязвимом положении. Им очень трудные решения нужно принимать. Они находятся под давлением разных факторов. Пусть Бог в тебе расцветёт. Пусть в тебе свет расцветёт. Я молюсь за тебя. Я хочу, чтобы ты нашёл путь правильный, принял правильные решения. Где-то тебе придётся пойти на риски, на какие-то... чем-то поступиться, чем-то пожертвовать, чем-то от чего-то отказаться. Но я молюсь за тебя, пусть... И, как говорится, я произвожу позитивную энергию. Бог там рассортирует. Кому что, где поддержать, как поддержать, кого куда направить. Я не знаю как. Что там, за какой план космическая игра, это всё неподвластно. Мы в такое время живём, что в этот момент эго твоё должно просто распасться. И говорить, я вот складываю голову на стопу макрокосма и просто вот отдаюсь. Вот веди меня. Поэтому это не просто какой-то, знаете, оторванный от жизни идеализм, что молитесь за своих врагов. Это единственная стратегия выживания. Не ненавидеть, а любить. Через это оно работает вот так, оно меняется. То есть ты действительно посылаешь хорошее всё время, и оно хорошее становится. Оно побеждает, оно успокаивает, эта энергия. Она миролюбивая, эта энергия. Ты медитируешь. Это вот эта энергия чистоты, эта энергия теплоты. Ну вы знаете, это вот Ахимса, да? Человек следует Ахимсе, следует вот этому такой благонамеренности, да? Не агрессивности, и это такое, знаешь, это оно. То есть он сильный, но при этом он не будет во зло использовать свою силу, этот человек. То есть он понимает, в чём миссия человека. Миссия человека — любить, защищать и так далее. То есть достойно. В присутствии такого человека даже вот это вот всё успокаивается. Таких людей будет больше, если будет более спокойно, более безопасно во всём мире нашем. Поэтому издревле цари всегда заботились о йогах. Всегда. То есть они их обеспечивали, спонсировали, там всячески помогали, чтобы у них всего хватало. Потому что они знают, если такой человек живёт в нашей стране, это благословение. Давайте быть благословением для нашего мира, для нашего общества. И вот насчёт призывов. Я хочу всё-таки сделать призыв. Призыв такой, что давайте сделаем самый мощный, беспрецедентный до этого киртан. Вот пока не воцарится мир между конфликтующими странами, между Украиной, Россией. Вот пока не воцарится мир, пока не случится какого-то хорошего решения. Не найдётся это хорошее решение и вот поцарится. Вот до этого момента мы будем делать круглосуточный, 24 часа в сутки мы будем делать киртан. То есть всё онлайн организуем. Сейчас пока ещё там у меня ребята продумают логистику, как это сделать. Смотрите, там ссылка будет в описании под видео. И можно будет присоединиться и просто петь, по крайней мере себя спаси. Там уж энергию излучить – это одно, да, хорошо. Но хотя бы сам ты на полчаса в день гарантированно улучшишь своё состояние, поднимешься. А это значит, что ты уже придёшь с этой успокаивающей энергией к своим родственникам и ко всем. Это не значит, что ты какой-то станешь вообще вялый, спокойный, нет. Ты сможешь выполнять свою работу, свой долг и так далее. Но при этом с чистым сердцем, с твоим, с лёгким сердцем. Вот так. И вот будем делать, и пусть эта энергия, она успокаивает то возмущение, да, вот этой тьмы, которая возникла. Это как, вы знаете, там этот император Палпатин. Я чувствую великое возмущение в силе. Я вот так вот, ну я не император Палпатин, но тем не менее, я чувствую, как бы сила была возмущена, утрачен баланс сил. Я чувствую, что в силе произошло великое возмущение. Она вся вот так вот ходуном ходит. И это вот, ну я вот чувствительный очень, и на меня это как бы сильно, вот оно влияет. И вот давайте сделаем вот эту среду чистую, святую. Это то, что мы можем делать. Но не значит, что только это мы должны делать. Мы должны делать всё, что нужно. Если кто-то страдает голодный, нужно кормить и так далее. Ищи в своём сердце то, к чему тут больше всего тебя Бог приспособил, да. И что у тебя, какие есть талантки, у тебя есть возможности. Служи своему обществу, служи миру всему. Но главным должно быть твоё вот это вот высокое состояние. Высокое состояние. И я верю, я верю, что вот это вот случится, что мы изменим атмосферу этой планеты. Недостаточно киртаны. Нужно больше делать киртаны. Больше и больше киртаны. И также нужно помнить, что в итоге мы всё хотим своими умами разобраться там, всё хотим причин и следствия там разобраться, мы всё запутываемся. В конце концов, знаете, понятие такое лила? Непостижимая космическая игра. И что оно? Кажется плохо, а оно потом оказывается, что хорошо. И вот Бог, как, знаете, эту сказку такую, мол, жил человек, и у него такая была поговорка, мол, к плохому или к хорошему, я не знаю. И лошадь прибежала дикая. Они с сыном эту лошадь поймали. И соседи, ну, лошадь это же, вот в те времена это как, не знаю, там, в феррале тебе приехала дикая, да, никому не принадлежащая. Ты раз и поймал, и всё это. Погладил так, и всё, теперь ты это, моя будешь. И вот они эту лошадку пригрели. Ну и соседи говорят, ой, какая красивая лошадь. Это ж какая удача. Это ж как вообще круто. Это ж как повезло. Наверное, Бог вас любит. Ну а этот человек, он говорит, к плохому или к хорошему. Не знаю, всё на его волю. Потом, значит, сын поехал эту лошадь обижать, и с этой лошадью упал, ногу сломал. Соседи говорят, вот это божья кара вам за ваши грехи. Он говорит, к плохому или к хорошему, я не знаю. Потом, значит, случилась война, там пришли люди царя, всех забрали. А он со сломанной ногой там лежит, и его оставили. Соседи говорят, ой, это Бог как любит-то вас. Он говорит, к плохому или к хорошему, я не знаю. То есть, что я хочу сказать, что часто нам мы такие... Наша гордость в чём состоит? В том, что мы вот такие умные. Мы всё знаем, мы всё понимаем. И вот нам кажется, дальше своего носа мы не видим. А на самом деле вот эта вот мудрость, она в том, что к плохому или к хорошему, я не знаю, это всё идёт. И вот оно идёт по божественному плану. И я бы хотел сыграть такую роль, вот не деструктивную роль, да, не выступить там на тёмной стороне, а светлую роль. Я бы хотел сыграть. И вот так вот божественная игра идёт. Но она, вся эта божественная игра, она идёт постепенно к эволюции мира. Мир эволюционирует, и всегда за темнотой всегда наступает рассвет. Это непреложный закон истории. Темнота может сгущаться перед рассветом, но рассвет будет обязательно. Он никуда не уйдёт. Это никто его не отменит, рассвет, ничего там такого. Он обязательно случится, этот рассвет. И ослепительно высияет. Иной раз мы не верим, думаем, уже всё. Один друг мне рассказывал историю. Говорит, снится мне сон, и как бы вот на лодке плывём. Я и другие духовные искатели. Мы отправились на этой лодке изменить мир с такой идеей, что сделаем что-то хорошее. В материальном мире запутались. И уже на лодке кто там курит, сидит, кто там что. То есть уже какой-то полный потеря ориентиров, потеря какого-то смысла вообще, значения. Куда едем, что делаем, мне вообще непонятно. И я просто задаюсь. Я говорю, Боже, что с нами случилось? Куда мы идём? Мы потерялись? Мы провалились? Мы заблудились? Прямо в этот момент, когда у меня эта мысль, я поворачиваюсь. И на горизонте, я вижу, как за горизонтом выплывают тысячи и тысячи и тысячи лодок вот таких же. Идут за нами эти лодки. Так вот, редкий вид существ мы такие... Люди скажут, вы непрактичные, романтики какие-то и так далее. То есть люди, которые верят в любовь, что это более мощная сила, чем грубая сила. Верят в то, что добро будет восторжествовать на планете. И так далее. Вот мы на этой лодке плывём. Я на этой лодке плыву уже 25 лет. И вот рубишься, рубишься, думаешь, конца и края нет. Вроде что-то начал разрешать, что-то началось получаться. Бац, опять какая-то вещь. Опять думаешь, всё напрасно. Это как строительство нового ковчега. Строишь лодку, которую мир должна спасти. Ну, на горе. Люди говорят, ты что, дурак, что ли? Это... Как ты вообще собрался в море её сталкивать, да? Нет условий. То есть в мире нет условий социально-экономических, для того, чтобы вот эти идеалы, они могли здесь корни пустить, прорасти и жить. Нету таких условий. Не поплывёт твой ковчег никуда. Подожди немножко. Это вопрос веры. Ковчег поплывёт. Он обязательно поплывёт. И он обязательно возьмёт на борт тех, у кого те же самые идеалы. Вот такое вот душеизлияние терапевтическое. Я надеюсь, как-то это помогло. И помните о моём призыве. Давайте делать киртан. Каждый день... То есть я лично буду участвовать. Каждый день буду свою вахту нести. Ну, 24 часа в сутки — это значит, вот надо больше людей, чтобы участвовать. Больше людей больше будет вдохновлять, если мы создадим вообще такую мощную волну. Ну, хотелось бы, чтобы не меньше тысячи единовременно участвовать, хотя бы раз в день вот собираться и тысячи человек, как жарить там аж, чтобы на высоте, на небесах. Это вообще будет очень классно. А если десять тысяч? Я думаю, что это можно. Почему нет? То есть просто нужно выделить время, сказать себе, я буду делать, я буду в этом участвовать, я буду делать этот вклад. И это такая обязанность. Это не то, что хочу, не хочу. Плохо тебе, неплохо. В депрессии, не в депрессии. Не важно. Давай, твоя вахта. Участвуй. Я думаю, мы сделаем очень мощную вещь. То есть вот судьба собирала нас, провидение вдохновляло нас. Сейчас пришёл наш звёздный час. Сейчас пришёл наш вот этот момент, когда мы действительно можем дать миру то, что ему так нужно. Ему никто этого не может дать. Ну, как никто. Может быть, мы — это такое должно быть более объединяющее, как вообще сказать все духовные люди планеты. Да, там разных, неважно. Я не хочу тут разделять никого. Разных направлений, философии, мыслей. Искренние, которые с любовью любят высшее сознание, любят человечество и так далее. Вот эти вот все мы. Да, вот это вот такая. Вот это, ну как, кто-то там может огород копать, я говорю. Грубая, да, энергия. Она тоже нужна, она необходима. Но и тонкая энергия нужна. Многие люди там делают на грубом уровне работу. Но кто-то тоже должен делать на тонком уровне. Вот я вас призываю к тому, чтобы быть вот такими воинами света. Это звучит так пафосно, но так есть. Потому что эта тьма — это реальная сила. Это реальная сила. И на данный момент это облако сгущается, набирает свой мускул. Оно только начало свою работу. Это ещё только цветочки. Потому что больше будет страданий людей, оно будет больше и больше амплифицироваться, да? То есть оно будет увеличиваться, будет больше как бы наращивать мускул. С каждой ненавистью, с каждым страданием, с каждой болью, с каждым проклятием это облако будет нарастать. Должно и нарастать наше облако тоже. Светлое. Ну всё, друзья. Спасибо за внимание. Может, кого-то я действительно не удовлетворил. Опять скажешь, да-да, я вот это от тебя ожидал. Ты опять там своё. Ну, как есть, так есть. Я в это верю. Я изнутри считаю, что для меня это правильно. И я считаю, что мне нужно очень много соратников в этом деле. Чем больше, тем лучше. Я думаю, что мы можем изменить историю. Намаскар. Это видео – часть большого проекта «Уроки медитации», который включает курс по изучению медитации, марафоны полезных привычек, мобильное приложение, ретриты, сообщество единомышленников в городах. Всё это вы найдёте на сайте урокимедитации.рф. Переходите по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok